Энергичные и, что особенно важно, молодые люди, возраст участников не должен превышать 35 лет, продемонстрировали свои достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также пропаганды и укрепления здорового образа жизни. Глядя на проекты тех, кто получил награду в 100 тысяч рублей, сразу понимаешь, действительно есть за что. Одноименную молодежную премию в этом году присудили сразу 10 талантливым жителям Приморской столицы. Вдвойне приятно, что это юбилейная премия. Естественно, сам процесс принятия решения и поиска кандидатов, приема необходимых пакетных документов – это очень большая работа. В этом году 92 пакета документов были приняты Управлением по делам молодежи и лишь 10. Благодаря активной работе нашей экспертной комиссии 10 сегодня получают заслуженную премию. В этом году проекты победителей поразили судей и зрителей своим многообразием. Тут и организация добровольческой помощи в больницах, и культурно-развлекательная деятельность, и даже наука. К слову о последней. Среди лауреатов премии отмечен кандидат химических наук Евгений Попынов. Молодой человек разработал технологию производства ядерного топлива и керамических имплантатов зубов. Вот уж действительно весомый вклад в благосостояние общества. А владивостокскую молодежь и ее тягу к спорту и боевым искусствам представил Олег Данилевский. Он самостоятельно и безвозмездно создал уникальный в своем роде проект с нетривиальным названием «Диалоги о махачке». Проект называется «Диалоги о махачке». Это спортивный телепроект, нацеленный на мотивацию, созданный для того, чтобы люди занимались спортом, чтобы они не боялись заниматься боевыми единоборствами, а вставали с дивана и шли в спортзал. «Диалоги о махачке» уже за первые два месяца своего существования на видеохостинге YouTube набрали более 100 тысяч просмотров. Кроме того, выпуски диалогов выходят и в эфире восьмого канала, а совокупная аудитория спортивного медиапродукта выходит далеко за пределы родного региона. Стоит отметить, что кроме награждения лауреатов денежными призами, администрация города отметила благодарственными письмами представителей общественных организаций и объединений, которые работают с молодежью. Ведь их вклад в общественную жизнь Приморской столицы трудно недооценить. Евгений Черемухин, Новости на восьмом. Евгений Черемухин, Новости на восьмом.